Жительница Шадринска Татьяна Языкова, как и ее соседи, заселилась в этот дом, построенный по программе переселения граждан из ветхого жилья осенью 2013 года. Но радость от переезда была недолгой. Поначалу не было никаких абсолютно жалоб. Были очень довольны. Это линолеум прекрасный, это как бы стены, это обои прежде всего. То есть, в общем-то, было все хорошо. И когда мы заметили трещину, в первый раз, в общем-то, мы заметили в ванне трещину. Как бы пошло от ванны все. Затем уже как бы в туалете, а потом уже непосредственно сами потолки начали. Первые тревожные звонки о некачественном строительстве появились меньше, чем через год после сдачи этого жилого комплекса на окраине Шадринска. Причем трещины идут как в наружных, так и внутренних стенах. И эти трещины уходят на перекрытие. Перекрытие здесь неэксплуатируемое. И кровля, мягкая, которая была сделана в этом доме, начала тоже лопаться буквально через год. Соответственно, во многих квартирах начались протечки. Добавьте к трещинам в стенах и протекающей крыше воду в подвале и получится общая картина этих жилых домов. Жители утверждают, что основные проблемы от того, что здания построены на болотистой местности. То есть они изначально, как нам объяснили, нарушили, там должна была как бы бетонироваться это все, потому что грунтовые воды, что-то нужно было решать изначально. Вот это тоже нас, в общем-то, не устраивает. Считайте, первый этаж, это у нас постоянно сырость в квартирах. И эту воду бесполезно, они сколько вот откачивали, мы обращались, то что давайте как-то это будем делать, то есть или засыпать, или бетонировать. И это только крупные проблемы. Про отсутствие освещения и тротуарных дорожек они пока молчат. Главное, чтобы дело сдвинулось хотя бы по жизненно важным вопросам. Сотрудники администрации города нам рассказали, что эти дома еще находятся у подрядчика на гарантии. И он обещает вскоре устранить все замечания. Так что они работают и подрядные организации, и управляющие компании тоже. Пообещали, что до конца мая, до конца они все это устранят. Какие замечания, какие жалобы у жителей есть по этому дому. Однако гарантийный срок, установленный подрядчиком, составляет всего три года, что уже является нарушением. Хотя по градостроительному кодексу застройщики обязаны нести гарантию пять лет. Поэтому мы, во-первых, направим в прокуратуру обращение с тем, чтобы разобраться, почему застройщикам был установлен такой гарантийный срок. Ну и второй момент. Жильцы этих домов опасаются, что сейчас этот срок гарантийный закончится, и они останутся один на один со своими проблемами. Активисты ОНФ сделают все возможное, чтобы помочь жильцам добиться справедливости. Алексей Старцев, Валерий Мельников, Александр Менщиков, Александр Карпов. Информационное агентство Курганру.